Предварительно данной пациентке была откорректирована средняя треть. Сейчас есть необходимость в коррекции носогубных складок и линий марионеток. Мы выбираем конюльную технику. Использовать будем 22 конюлю, потому что, учитывая последнее исследование, она является наиболее безопасной и в этой зоне тоже. Прокол будем выполнять немножечко выше комиссуры угла рта, поскольку непосредственно напротив комиссуры находится бифуркация ведущих сосудов, обеспечивающих кровоснабжение данной области. В продолжении носогубной складки выполняем субдермальный прокол кожи. 21 гейт используем для этого тракар. После выполняем проход до крыла носа. И как только мы убедили, что наша конюля находится там, где мы планировали, у основания грушевидного отверстия, мы оставляем первую порцию препарата. Микроболюс, выполняющий дефицитный объем на продолжении и несколько подобных проходов рядом. Мы используем препарат без лидокаина и предварительно не обеспечивали апплек... Если дефицит объема выражен, либо элементы птоза тканей выражены, то мы имеем возможность усилить только что проложенные вектора третьим веером, который будет направлен с середины виска. От наружного края глаза, от наружного кантуса мы проводим через висок горизонтальную линию. Из точки, которая находится медиальнее точки предыдущего вкола, будем выполнять третий, пересекающий интересующую нас зону веер. Наши веерные лидии будут располагаться в нужном направлении проекции дефицита объема и уходить в проекции дуги скуловой кости для того, чтобы акцентировать подскуловую линию и акцентировать скуловую дугу. Данная линия является универсальной для лифтингового эффекта, потому как наши вектора будут расположены в слое между смаз и дмаз, а это слой, который может обеспечивать максимальную ретракцию тканей. Радиус это уникальный инструмент в наших руках. В зависимости от выбранной техники мы можем располагать препарат в разных слоях, в разных тканях и достигать желаемых результатов. Так у данной пациентки для компенсации дефицита объемов проекции медиального жирового пакета была выбрана глубокая имплантация препарата субнаткоснично-супропериостально с репозицией арбикулярной удерживающей связки. Для того, чтобы профилактировать опущение тканей, со второй точки была выбрана векторная лифтинговая техника между двумя слоями, которая отличается от предыдущей и насколько будет выдержан необходимый слой, будет зависеть выраженность полученного результата. Таким образом мы можем комбинировать данные техники, располагая препарат в разных слоях в зависимости от результата, которого мы хотим достичь. Иметь возможность прогнозировать результат вы можете только тогда, когда вы уверены в своих инъекционных техниках. Научить правильно чувствовать глубину, послойность вы можете, посетив наши обучающие семинары. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментарии под роликом, я с удовольствием отвечу на каждый из них. А чтобы быть в курсе новых появляющихся техник, новых тенденций в эстетической медицине, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Субтитры подогнал «Симон»!